Евросоюз готов оказать любую помощь Испании. Пострадавшие от терактов в Европейской комиссии в Брюсселе почтили память жертв атак в Барселоне и Камбрильсе минутой молчания. Брюссельцы солидарны с родными и близкими погибших. Подробнее в материале нашего СОПКОРа в бельгийской столице Жанат Эрнст. Сегодня самого раннего утра. Флаги ведущих европейских общественных институтов Еврокомиссии и Европарламента приспущены в знак солидарности с жертвами теракта. Европейская комиссия находится полностью в распоряжении испанских властей и готова к оказанию любой помощи жертвам и пострадавшим в теракте. Об этом в своем заявлении, выражая глубокие соболезнования семьям и близким погибших, заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Председатель Еврокомиссии отдал должное всем, кто помогал жертвам и обеспечивал безопасность пострадавших в теракте в Барселоне и Камбрильсе. Жан-Клод Юнкер, в частности, заявил, что эта подлая атака была направлена против тех, кто наслаждался жизнью, проводя время с друзьями и близкими. Но нас никогда не напугать таким варварством. Сегодня мы почтили память всех жертв теракта минутой молчания. Хотела бы выразить соболезнования всеми родным погибших людей от рук террористов в Барселоне. Мне это, конечно, задело перерочек как туриста, потому что я люблю путешествовать. Сюда я приехала в Брюссель отдохнуть, и мои были планы поехать в Париж, а затем в Барселону. К сожалению, последний путь придется меня убрать, потому что стало небезопасно. Отдыхать в Барселоне и вообще по Европе. В самом Брюсселе и в европейском квартале бельгийской столицы меры по безопасности не усилены. Это происходит потому, что здесь уровень террористической угрозы и так находится на оценке 3, что означает, что террористические атаки возможны и вероятны. На этом уровне степень риска терактов в бельгийской столице находится с 22 марта 2016 года. Жанна Тернежу Мартахметов, Хабар 24, Брюссель, Бельгия.